МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важных задач, поставленных к Абмину, смягчить ситуацию вершины Тея. Из правительства Хакасии Елена Крылова и Антон Новожилов. Главная политическая новость сегодняшнего дня. Виктор Зимин не будет менять состав Кабинета министров. Возможно, кадровые перестановки в правительстве после выборов ожидались. Однако сегодня глава региона не стал держать интригу. С этого заявления заседание и началось. Времени на раскачку просто нет. Но мы все прекрасно понимаем, сколько работы впереди. Коллеги, если кто-то и будет брать небольшие отпуска, это не должно отразиться на выполнении приоритетных задач. Они у нас практически не изменились. Мы целенаправленно с ними работали полтора месяца. И гражданам, и себе доказывали, что у нас остается прежний курс с корректировкой только на что-то новое и хорошее. Встреча в правительстве продлилась около полутора часов. На ней были руководители всех министерств и комитетов. Совещение коснулось практически всех сфер жизни республики. Но больше всего обсуждений вызвала ситуация в вершине Теи. Я даю персональное поручение каждому министру уделить поселку вершиной Теи отдельное внимание по своему направлению. Работу координирует у нас Юрий Анатольевич. Я прошу коллеги, с чем это связано, не хочу скрывать. Все знают, что есть сложности вершины Теи. Этот поселок даже не должен не заметить любого форс-мажора. Виктор Зимин подчеркнул, что о закрытии рудника речи не идет. Сегодняшние меры позволят поселку принять более устойчивое положение. Помимо металлургии, второй опорой для вершины Теи станет Центр спортивной подготовки. Спецзадание получил министр спорта. Валерий Васильевич, у вас там одно из главнейших направлений – заниматься лоббированием вопросов в Москве, продолжением строительства нашей базы спортивной. Мы договорились, что там развернем еще и Центр реабилитации спортсменов. Лагерь спортивный, как угодно его можно называть, но вот этот Центр там должен рождаться. Тогда будут понятные наши экономические шаги в эту сторону, в этом поселку. На сегодняшнем совещании был принят ряд конкретных решений. Так, Минрегион обещает до 2015 года ликвидировать в вершине Теи ветхое жилье. Сейчас там остается 7 бараков, а Минтранс уже весной этого года начнет укладывать асфальт на отрезки дороги от берег Чуля до вершины Теи. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Китайские овощеводы, несмотря ни на что, продолжают тихую оккупацию хакасских земель. Сегодня сотрудники УФМС обнаружили новую стройку в Усть-Абаканском районе. Будущие теплицы возводили, как и ожидалось, в основном незаконные мигранты. Пятерых удалось задержать. А сколько скрылось от сотрудников миграционной службы, неизвестно. Тему продолжит Константин Кравцов. Этот сюжет похож на голливудский фильм «Апокалипсис». В миг исчезнувшие люди даже не успели закончить дела. Вот повар только что замешивал тесто, вот кто-то работал бензопилой. Впрочем, на самом деле все не столь лирично. Китайские теплицы под Абаканом. Их обитатели попросту удрали, приметив людей в форме. План отступления у нелегалов четко отработан. При виде незнакомца бросай все и делай ноги. Огромная территория теплиц иногда помогает спрятаться. Например, вот в этом автомобиле в спешке кто-то даже не успел выключить музыку. Вероятно, это какая-то китайская попса. Где мы шли? В плицах. Прятались? В огурцах, да. Очевидно, укромных мест у китайцев много. И они очень любят прятки. Сегодня в Усть-Абаканском районе задержать удалось лишь пятерых нелегалов. Остальные разбежались по кустам. Впрочем, планы у здешнего предпринимателя похожи наполеоновские. Это, судя по всему, новая площадка и стройматериал для расширения предприятия. Хрупкая девушка оказалась главной среди всех. Алина Ли, как и все, так же скромна. Почему ваши работники разбегаются? Я не знаю. У них, наверное, такое... Они такие стеснительные? Наверное. Камеры боятся. И вы тоже боитесь? Да. А почему? Не хочу, чтобы меня видят. А чем вообще тут занимаетесь? Вот стройка, да, какая-то еще идет? Какая стройка? Ну, вот там домик какой-то строят. А, ну, это кухня, наверное, строят. А тут вот площадку расчистили. Где? Ну, вот, вот прям. Это дорога. А, это дорога? Ага. Сотрудники ФМС, скорее всего, теперь займутся выдворением задержанных. Нужных документов у граждан КНР нет. Но даже опытных инспекторов удивил факт стройки. Вроде бы, борьба с нелегалами в Хакасии идет по всем фронтам. Однако, тихая оккупация земель продолжается. Если рассматривать по гражданам, по категориям граждан, допустим, КНР, да, действительно, их достаточно для республики много, ну, порядка, по нашим данным. Но, опять же, они не точные, потому что они не регистрируются здесь, не встают на миграционный учет. Ну, порядка двух тысяч человек было, но на начало лета. Ну, вот, с принятым мерой, порядка трехсот человек выдворились за пределы России. Теплицами под Абаканом заинтересовалась и трудоинспекция республики. Вероятнее всего, у этой девушки будет аннулирована лицензия на предпринимательство за незаконную организацию труда. Результаты обещают появиться на днях. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. В селе Чапаево открылась первая семейная группа для дошколят. Она рассчитана на 8 человек, и сейчас ее посещают дети от полутора до пяти лет. Семейная группа находится в доме воспитателя и укомплектована всем необходимым в соответствии с правилами. По сути, это детский сад на дому. Кстати, родительская плата здесь, как и в муниципальных дошкольных организациях. И сегодня же в Абакане открылся еще один частный детский сад – семья. На его обустройство учредители выиграли грант в один миллион рублей. Напомним, что республиканское правительство целенаправленно поддерживает создание негосударственных детских садов. Так, в 2012 году было для этого выделено 3 миллиона рублей, а в текущем – 6 миллионов. До конца этого года на территории республики будут действовать 16 негосударственных детских садов. Лошади республики не только берут первые места в скачках, они еще и помогают тем, кому это действительно необходимо. В конно-спортивном клубе «Золотая подкова» прошло занятие ипотерапией для больных рассеянным склерозом. А занятие, которое участниками воспринималось как праздник – следующий материал. Если не знать, что сегодня здесь проходят занятия для инвалидов, со стороны не скажешь, что что-то не так. С виду эти наездники от обычных ничем не отличаются, разве что эмоций больше, да и цели совсем другие. Действительно, как говорят, что лечение получаешь от того, что катаешься на лошади, я считаю, что да, действительно, какое-то взаимоотношение между животным и между человеком. Я чувствую, не знаю, какую-то энергию, наверное, какую-то легкость. Рассеянный склероз – болезнь, которая постепенно делает тело недееспособным, поэтому верховая езда для больных – настоящее спасение. С помощью ипотерапии ход болезни замедляется. Ипотерапия – это не развлечение. Это укрепляет мышцы спины, это укрепляет мышцы тазоидно, это укрепляет мышцы ног, это помогает, учит координацию движений. И мы, когда сюда приезжаем, мы не вспоминаем про болезни вообще. То есть мы даже не называемся больные, не больные, такого даже вот близко нет. Мы просто товарищи по обществу. Для занятий в конно-спортивном клубе тщательно отбирают лошадей, причем они не обязательно должны быть спокойными. Экспрессивные даже лучше, больше эмоций. Я получаю удовлетворение от того, что вижу результат сразу. Практически сразу видны результаты. Можно так сказать, у всех ипотерапевтов, инструкторов по ипотерапии – это самый главный стимул в работе. Во-первых, психоэмоциональный. То есть, как правило, дети и взрослые после первой же поездки испытывают большое удовольствие. Чтобы верховая езда принесла пользу, ей надо заниматься 2-3 раза в неделю. Сегодня же это занятие всего второе за год. Прокатиться верхом один раз 600 рублей для инвалидов – большая сумма. Поэтому большие надежды общество связывает с будущим. Оно подало заявку на грант в Министерство труда Хакасии. Люди верят, что на них обратят внимание. Главный военный оркестр страны выступит в Абакане. Основанный в 1927 году, это один из самых известных оркестров мира. Сегодня поклонники у коллектива есть во многих странах. Надеюсь, и вы присоединитесь к их рядам уже завтра на Первомайской площади. Начало в 16 часов. На этом у меня все новости. Сразу после вестей смотрите рубрику «Интервью». А я желаю вам удачного вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!